приветствую всех на канале это еженедельная программа безумный инвестор сегодня мы посмотрим на то как изменялись основные инструменты на рынке на прошлой неделе попробуем спрогнозировать их движение на следующей неделе посмотрим как изменялся портфель в рамках которого я тестирую стратегию ну и также обратим внимание на интересные идеи в акциях и так snp закрылся на отметке 3692 пункта по фьючерсу в течение недели была попытка довольно серьезной коррекции в моменте уходил на отметку 3597 после чего довольно быстро был выкуплен связана она была с истерией связанной с новым штамм коронавируса соответственно ждем новости смогут ли вакцины быть эффективны против этого нового штамма в том случае если вирус окажется более смертельным и вакцины не будут работать то естественно рынок отреагирует негативно но вроде как пока что основные компании которые производят вакцины утверждают что они с легкостью справятся с этим новым штамм соответственно никакой истерии пока на рынке нет ну и плюс ко всему в четверг подоспели хорошие новости из англии брэкзит сделка была заключена я думаю что наверное скорее всего следующей неделе ее часть данного года будет торговаться на позитиве связано с тем что брэкзит состоялся ну и единственное что может обрушить рынки это наверное все таки плохие новости по поводу коронавируса если окажется так что он более опасен чем того ожидали но тем не менее тот факт что s&p торгуются уже несколько сессий примерно в одном и том же диапазоне говорит о том что в принципе запал у быков такое ощущение что кончается посмотрим будет ли брэкзит отыгран сильно быками они поднимут ли они котировки наверх мне бы хотелось увидеть чтобы канал в котором сейчас торгуется s&p был пройден он находится верхняя граница на отметке 3730 пунктов примерно соответственно если это будет если это произойдет на мой взгляд s&p имеет шанс расти дальше еще какое-то время но сейчас такое ощущение складывается как будто подтормаживается немножко эти импульсы есть в принципе и позитивные моменты есть и негативные но по большому счету весь позитив который в рынок был заложен он уже сбылся посмотрим что получится из предложения трампа о том чтобы конгресс одобрил 2000 долларов помощи американцам но пока что видимо республиканцы не дают принять такой пакет хотя демократы вроде как не против ну все может быть и в том случае если каким-то образом сенат согласует такие мироподдержки возможно рынки перейдут к дальнейшему росту но на мой взгляд до конца года никаких серьезных потрясений на рынках быть не должно если посмотреть на викс то он продолжает находиться примерно в том же самом диапазоне 21 пункт 21 с половиной пункт находится он на мой взгляд если он сможет преодолеть отметку 20 то вполне возможно викс упадет до отметок в районе 12 в том случае если произойдет здесь точно нужно будет уже сокращать свои длинные позиции значит по поводу nasdaq nasdaq в принципе как и snp серьезно корректировался на этой неделе ну был выкуплен ну и особо так вяло текущая торговля была ничего интересного на рынке не происходило торгуется вблизи своего хая 12 700 также будем смотреть как отыграется новость по поводу брекзита и на четырех часах в момент коррекции связанной с паникой по поводу нового штамма коронавируса довольно серьезно nasdaq разгрузился по rsi ну и в принципе есть шанс расти но опять же мы видим что замедляется немножко это движение уже с 16 примерно декабря на одних и тех же отметках торгуются nasdaq соответственно для того чтобы продолжить рост нужен какой-то импульс по евро доллару также была попытка коррекции сейчас он остановился на отметке 1.22 я все еще ожидаю поход евро доллара к 1.25 на мой взгляд пока что картинкой не поломалась вполне возможно что он в течение ближайшего месяца до этих отметок дойдет хорошим сигналом того что картинка будет сломана если евро доллар пойдет поддержку она сейчас находится на отметке 1.21.25 но пока что вроде бы он торгуется над своей поддержкой поэтому пока что я на него смотрю побычи по золоту особо ничего интересного на прошлой неделе не происходило она сейчас стоит 1883 доллара за одну унцу в принципе здесь есть у золота сопротивление на отметке 1890 поддержка на 1850 долларах в том случае если сопротивление золото преодолеет здесь вполне возможно еще одна хорошая волна роста золота наверх ну и в том случае если 1850 не устоит то здесь наверное золото придется корректироваться ниже и первая цель наверное серьезные 1700 долларов по золоту промежуточная 1780 1790 примерно биткоин в то время когда я снимаю видео прошел отметку 25 тысяч в моменте доходил практически до 26 ну и по биткоин я думаю что имеет смысл уже потихонечку сокращать свои позиции у меня биткоин получилось очень неплохой трейд я входил в него по 15 тысяч примерно потом фиксировал в районе девятнадцати с половиной пересходил на 17 с небольшим ну и вот сейчас сижу в нем вплоть до сегодняшнего дня на мой взгляд он еще может отрасти немного наверх здесь цель наверное где-то в районе 27000 вполне возможно будет но я частями наверное уже биткоин буду сокращать на мой взгляд вполне возможно после того как эта волна роста закончится коррекция к отметкам от 25 до 22 с половиной тысяч долларов но в любом случае заходить снова биткоин я буду в том случае когда вы вижу что коррекция это заканчивается пока что он находится довольно высоко торгуется в зоне перекупленности но мне кажется еще есть шанс у него сходить повыше может быть даже эта волна роста окажется еще длиннее и дойдет до 30 тысяч но по мере этого роста я буду позицию потихонечку в биткоине закрывать важные акции с которым я слежу это amazon в котором намечается бриллиант бриллианта фигуру в обычно в которой идет выход вниз соответственно здесь пока что ничего хорошего не видно и такое ощущение что действительно amazon собирается выйти вниз надежда еще пока сохраняется на то что какие-то позитивные новости по amazon придут но в любом случае технические картинка не очень радужная поэтому будьте аккуратны и внимательны по microsoft в принципе точно такая же картинка здесь его можно построить двумя образами если строить зону сопротивления по хайу который был 9 ноября то здесь также пока что microsoft не преодолел сопротивление соответственно хотелось бы увидеть чтобы microsoft вышел за 225 долларов закрепился и переписал свой хай для того чтобы быть уверенным в том что рост по этой бумаге продолжится фейсбук выглядит довольно слабо он здесь преодолел свою поддержку на отметке 272 доллара сейчас торгуется 267 с половиной и выглядит так как будто бы собирается еще немного припасть у фейсбука есть незакрытый гэп на отметке 235 против него сейчас идет антимонопольное расследование и соответственно если будут какие-то там новости не исключаю что фейсбук на таких новостях вполне может закрыть этот гэп там существует случиться и решение контролирующих органов не будет слишком жестким мне кажется будет хорошая возможность фейсбук открывать заново в фейсбуке у меня сейчас позиции нет гугл также выглядит не очень сильно есть у него гэп на отметке 1661 доллар вполне возможно что против него также ведется это антимонопольное расследование в том случае если он дойдет до этих отметок возможно немного позицию буду увеличивать у меня есть позиция в google но небольшая на данный момент nvidia также одна из сильных акций важных акций скажем так которая не ведет себя особо сильно в последнее время она сейчас торгуется в районе своей поддержки на отметке 511 510 долларов сейчас nvidia стоит 519 соответственно если посмотреть на все эти крупные акции выглядят они не то чтобы очень сильно хотелось бы конечно увидеть какой-то отскок от этих всех зон поддержки некоторые акции уже поддержки своей преодолели вниз компанию square я на прошлой неделе сократил точнее закрыл совсем позицию по двести сорок получилось сделать вполне удачно сейчас вполне возможно она может пойти на отскок но конечно хотелось бы увидеть поход ниже и от нижней границы канал я буду устанавливать позицию точно потому что компания square мне крайне нравится но она зашла довольно сильно уже в зону перекупленность вполне возможно еще одна волна роста но затем я все-таки ожидаю что акция должна немножко разгрузиться и на мой взгляд это вполне может совпасть с ростом биткоина соответственно square может вполне отреагировать позитивно на то что bitcoin сейчас переписал свой к хай также пойти обновить предыдущий хай после чего в том случае если bitcoin будет корректироваться я думаю что square как раз будет следовать за ним регенерон также пока что особой силы не показывает ну здесь я уже говорил что вполне возможно еще поход на отметку 416 примерно долларов смотрим за границы сопротивления сейчас она находится на отметке 483 доллара также регенерон довольно близко границы поддержки извиняюсь посмотрим чем закончится дело в регенероне я спекулятивную позицию свою закрыл осталась небольшая инвестиционная позиция в том случае если мы пойдем вниз а докупать буду уже на отметках 416 либо при подходе к этим отметкам на прошлой неделе видно что все компании в которых было очень много спекулянтов начали корректируется это компании которые занимаются электроэнергетикой компании которые занимаются батареями вот например fuel cell energy довольно сильно корректируется компания соло корректируется компания не у корректируется практически во всех этих компаниях легкая коррекция началась мне кажется это связано с тем что спекулянты скорее всего закрывает позиции вот например компания desk top metal также после спака очень интересная компания у меня в портфеле есть все эти компании резко в последний день откорректировались мне кажется что это связано с тем что спекулянты уходят в отпуск на эти новогодние праздники и сокращают свои открытые позиции в компании криспер я также закрыл позицию ожидаю коррекцию хотелось бы купить ее в районе 140 долларов может быть она даже уйдет чуть ниже но здесь конечно важно будет посмотреть как ведет себя акция при прохождении границы сопротивления сейчас она находится на 166 долларов ранее ранее это была граница сопротивления канала из которой она вышла соответственно сейчас вполне возможно эта граница может выступить поддержкой в том случае если акция прошьет эту поддержку и закрепиться ниже я думаю вполне вероятно увидеть поход к нижней границе восходящего канала акция с которой я охотился но не входил в нее хотя мог это сделать по 40 долларов сейчас корректируется эта компания фуба тиви компания это знаменит тем что предоставляет по подписке доступ к просмотру спортивных мероприятий в сша все дела все это дело любят посмотрю где закончится коррекция возможно открою позиции в этой компании хотелось бы часть купить по 40 наверное возможно она еще упадет к нижней границе канала где-то в район 30 32 там буду докупать если окажется что она туда дойдет наверное самое интересное это компания либо баба будем смотреть как она себя поведет в последнюю неделю этого года про нее я снял отдельное видео если хотите узнать мои мысли по поводу этой компании посмотрите видео выложено уже на канале переходим к портфелю портфель в котором я тестирую стратегию на прошлой неделе показал прибыль 3545 долларов 89 центов за неделю он прибавил буквально 2 доллара соответственно изменение примерно 0 процентов по инструментам которые находятся в портфеле ETF на S&P снизился на 0,4% ETF на длинные облигации прибавил 0,6% ETF на золото практически не изменился 0% соответственно сегодня я буду продавать ETF на длинные облигации и покупать ETF на S&P 500 продаю длинные облигации тикер TLT 13 бумаг комиссия 1 доллар покупаю ETF на S&P тикер VOO 6 бумаг комиссия 1 доллар соответственно на данный момент портфель состоит на 53% из ETF на S&P 29% ETF на золото и 18,5% ETF на длинные облигации в том случае если на следующей неделе на рынке ничего серьезного не случится я думаю портфель к концу года еще подрастет но следующий выпуск программы безумный инвестор будет уже в новом 2021 году поэтому пользуясь случаем поздравляю вас с наступающими праздниками желаю вам всего самого хорошего главное здоровья ну и конечно же мощного профита чтобы ваши инвестиции приносили вам не только доход но и радость ну и чтобы весь следующий год вы находили прекрасные идеи на рынке буду в этом помогать какую-то информацию выдавать на этом канале спасибо всем за то что вы подписываетесь ставите лайвики оставляйте комментарии это очень помогает в развитии канала на этом прощаюсь и еще раз всех с наступающим новым 2021 годом надеюсь что все самое плохое останется в этом уходящем 2020 годом несмотря на то что лично у меня он по прибыльности ну выдался крайне знаменательным то есть никогда такой прибыли еще не удавалось получить в течение года спасибо еще раз и до встречи на этом канале спасибо